Работа промывочно-пропарочной станции на улице Троекуровской говорили на совещании в Сызранской администрации. В очередной раз городские власти поднимали вопрос о необходимости реконструкции пропарки, арендуемой ранее у железной дороги первой грузовой компании, и установки там стационарного поста наблюдения. Однако ее представители пока заявляют о невозможности начать работы по финансовым причинам в связи со сменой собственника пропарки. Значит, соответственно, этот договор, как и все другие договора, требовал пересмотра. 2012 года нам договор с инвесторисловиями не подписали. Без подписания этого договора, по словам представителя компании, вкладывать деньги в реконструкцию ни один здравый человек не будет. На это глава администрации Николай Лядин ответил, что готов лично поехать в Москву и решить вопрос. Ведь жители этого района не должны задыхаться от запахов с пропарочной станции. Сегодня для того, чтобы не сделать, ну, по-моему, можно томат целый написать, чтобы это не сделать. Такая есть, к сожалению, лирика. К нему обращаются, ко мне обращаются, туда заехать нельзя. Я иногда еду с Самары, через вот, вообще, октябрьский, так называемый наш поворот, чувствуется. В Сызранском городском суде состоялось слушание по делу предпринимателя Михаила Мурунова. Владельцы частных маршрутов инкриминировали неуважение к суду. Предыстория такова. На судебном заседании по уголовному делу, возбужденном в отношении Михаила Мурунова по статье 119, это угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, бизнесмен неуважительно высказался в адрес потерпевшего. Считая, что претензии потерпевшего не обоснованы, Михаил Мурунов назвал его петухом и козлом. За сказанное, предпринимателю теперь придется заплатить штраф в 15 тысяч рублей. 15 суток в качестве меры пресечения он уже провел в изоляторе. Предыдущий сегодня судебный акт, я вполне удовлетворен, обжаловаться не намеренным. Однако вызывает крайне изумение мой факт, факт моего ареста и снижение по странице в течение двух недель. Тем не менее, пребывание в сезон номер два в тюрьме пошло на пользу, я хорошо отдохнул, набрал с новых сил, за что особо благодарен сотрудник данного учреждения. Договор о сотрудничестве с управлением образования подписали представители мусульманской конфессии. Исламская культура преподается пока только в четырех школах города. По мере востребованности такой предмет может появиться и в других школах. Во-первых, подписание этого договора дает нам возможность все-таки более плотно работать с молодежью. Самое главное для нас молодежь – это наши дети, это наше будущее. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети нравственно воспитанные, образованные, грамотные. Если, конечно, дети захотят изучать что-то, мы должны, конечно, учесть их желания, прежде всего, потому что они совершенно летние, конечно, им помогает выбор сделать их родителей, прежде всего. Но я думаю, что главная задача всех конфессий – это направление на то, что на добро, на радость, на любовь, на уважение. И неважно, к кому мы принадлежим какой религии.